кокс здравствуйте сегодня мы с вами будем готовить кокс 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 прессованный для наших паучков и нам понадобится сам кокс нож емкость сперва давайте вскроем упаковку делаем раз два и три это нам не нужно нужно определиться с тем сколько кокосового волокна вам нужно много или немного если вам нужно немного то посмотрите значит вот так его резать не получится ну если только распиливать чем-то ножовками поэтому нужно пилить нужно вернее расколоть его вдоль вот таким образом только пальцы себе не отпилить не отрежьте аккуратнее то есть нужно сделать так соблюдайте правила безопасности берете нож лучше вот такой который видите имеет короткое лезвие и удобную ручку вот значит берете вот так придерживаете аккуратненько вот так вставляете нож и вот таким поворотным движением почему я говорю что лезвие должно быть коротким чтобы не сломать просто ну или не погнуть там ну если нож хороший то в принципе и делаете вот так раз как видите откололся нормальный кусочек и в принципе и так далее в зависимости от того сколько нужно так ну видите бесполезно вообще абсолютно бесполезно можно еще пораниться там поэтому видите он откалывается именно таким образом но если вам нужен весь кусман собственно говоря можете не заморачиваться можете его пополам там сделать аккуратненько то есть это будет лучше но может не заморачиваться и что будет собственно покажу все а сейчас подойду заливать субстрат лучше кипяточком потому что он обеззараживается погибают различные там бактерии и всякие там животные которые в нем могут быть ну и в общем короче говоря лучше заливать кипятком наливать не обязательно воду из фильтра наливать можете любую горячую ее проще подогреть можете греть в кастрюле или в чайнике разницы нет в общем и происходит следующее вы тихонечко заливаете 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 быстро не лейте чтобы субстрат успевал впитывать эту воду а вот так залили берете нож и вот это верхние убираете да кстати вот эти вот нижние кусочки лучше положить наверх таким образом и в первую очередь залить вот так раз вот так раз вот так во первый чайник закончился ну как видите достаточно большое количество субстрата у нас уже получилось но кирпич все еще большой а поэтому пошли за вторым чайником вот наша вторая порция кипятка поехали дальше будьте осторожны кипяток это горячая вода ну так на всякий случай ну вот практически ничего не осталось пойдем за третьей партией водички третья партия горячей влаги в среднем плюс-минус вам понадобится на один такой брикет ну около пяти литров воды плюс-минус ориентировочно как видите уже цельная форма потерялась и осталось только ну собственно вот добить вот таким образом если останутся излишки воды в принципе можете их слить потому что ну лишнее будет вот собственно и все теперь заключительный этап значит просто нужно все перемешать и можете этим же ножом или какой-нибудь другой фитюлиной который окажется под рукой руками не стоит потому что ну как вы понимаете это все-таки теплая такая вода и можно от теплой воды получить хороший такой заряд бодрости на целый день впоследствии в общем вот так перемешиваете аккуратненько хоп все и после этого значит можно оставлять в принципе сушиться в смысле не сушиться а остывать ну вот и и все по идее ничего сложного главное вот это не кладите сразу животным потому что ну сами понимаете слишком горячее что еще сказать шел как-то ежик по лесу да умае ва муу шиндеру нани а да дополнение видите сколько влажности внизу ну прям много-много вот когда сверху немножко субстрат подсохнет лучше сделаете вот так то есть докопайте до самого низу и немножко перемешайте субстрат ну весь собственно говоря вообще весь ну вот это если что инструмент для общения с субстратом это для большого общения это для среднего это для такого прям маленького общения ци такого ну как то вот так можно какие-нибудь там постройки делать ну собственно все субстрат достаточно горячий такой прям ощутимо внизу совсем горячий наверху поменьше там где-то посередине средней да очень полезная информация в общем все готово всем спасибо до свидания лайвлоунг и проспер до свидания до свидания до свидания до свидания